Коллеги, всем добрый день. Рад всех приветствовать на онлайн конференции ТЭПа. Меня зовут Несиев Данила, я ведущий инженер по расчету металлургической инструкции компании Euras. Сегодня мы поговорим о наших цифровых продуктах, но для информации компании Euras это горнодобывающая металлургическая компания. В России, что касается нашего остального сегмента, мы крупнейший производитель фасонового проката, это дутавры, шейлера, уголки. Также мы производим сортовой прокат, это арматура. Сегодня поговорим о наших цифровых продуктах. Если коротко, мы разработали плагин для проектирования одноэтажных зданий на стальном каркасе, который я хочу вам сегодня показать. Данную работу мы начали с разработки альбома технических решений, в которые вошли несколько типов поперечников каркаса. Например, каркас R1 это молоконный ригель из прокатного дутавра. Это самое технологичное решение с точки зрения скорости производства, количества элементов внутри каркаса, но при том самое металлоемкое. Второй тип каркасов это шпренгельные фермы различных уклонов, 3-12%. Данный каркас обладает хорошими показателями металлоемкости, но восприимчив к неравномерным нагрузкам. Третий тип каркаса это крутоуклонный ригель с затяжкой, данное решение наименее металлоемкое. И последний тип каркасов это треугольная ферма с уклоном 30%. Диометра каркасов описана чуть ниже, то есть, как мы уже сказали, уклоны от 3 до 30%, но в связи с последними изменениями с P20, скорее всего, мы будем изменять наибольший уклон, ограничить его 25%. Пролеты от 12 до 24 метров, отметка низа ригеля от 4,8 до 9,6 метров и количество пролетов до 3. По климатическим воздействиям снеговой и ветровой районы до 6, сейсмика до 8 баллов. Кановые нагрузки тоже предусмотрены, это либо подвесные краны до 5 тонн, либо мостовые опорные краны до 10 тонн. В рамках альбома технических решений было разработано еще одно решение, это ферма с поясами из лутавров для ригеля, но на пролете 24 метра она показывает эффективность только при больших нагрузках и поэтому было решено от нее избавиться. Что касается разработки плагина, мы начали разработку с самого простого решения для того, чтобы понять сложность, все сложности процесса. Мы начали с каркаса типа R1. Глобально разделили работу на две части. Первая часть это моделирование каркаса, то есть все, что касается его геометрии, узлов и всего остального. И вторая часть это расчеты. Была создана большая база данных, порядка 130 таблиц, каждой больше 14 тысяч строк. После того, как мы получили базы данных от CinePaySky мы не имели, когда забыл сказать, что именно CinePaySky отвечала за эту часть работы, за часть все того, что касается геометрии каркаса и как это выглядит внутри. Это делали ребята из московского представительства. После того, как мы получили базу данных от CinePaySky у нас уже на тот момент был готов шаблон каркаса, то есть геометрия уже строилась правильно. Единственное, чего не было, это сечение материалов, мы подгрузили эту базу данных туда и в дальнейшем разрабатывали пользовательские компоненты для реализации узловых соединений, которые также наполнялись информацией из базы данных. В дальнейшем из информационной модели можно получать конструкторскую документацию, выгружать спецификации, ведомости, чертежи, либо файлы для станков. Давайте посмотрим, как мы влияем на процесс реализации зданий. Наверное, наибольшее влияние мы оказываем на проектировщика тем, что сильно ускоряем процесс разработки проектной и рабочей документации. Также решения, которые были заложены в альбоме технических решений, влияют и на изготовление конструкции, и на дальнейшую логистику. С точки зрения изготовления мы рассматривали несколько вариантов исполнения узловых соединений, консультировались с нашими партнерами, выбирали наиболее оптимальные с точки зрения изготовления. Что касается логистики, все элементы каркаса разбиваются на отдельные стержневые элементы, что обеспечивает высокую плотность упаковки в автотранспорт, не только в автотранспорт, в контейнеры также могут упаковываться в данные здания, что в свою очередь сокращает количество автотранспорта и контейнеров и положительно влияет на экономику строительства. С точки зрения монтажа также на моменте выбора различных типов узловых соединений ориентировались на то, чтобы процесс сборки не вызывал затруднений. И на текущий момент у нас появляются сервисные металлоцентры внутри компании. По сути это большие склады, которые могут производить операции по обработке металлопроката, то есть порезка, сверление, фрезеровка. Чем хороши данные склады для нашего проекта тем, что мы можем хранить металлопрокат в различных регионах под реализацию таких проектов. И также некоторые элементы могут уходить прямо с сервисного металлоцентра на строительную площадку без завода металлоконструкции. Я говорю про те элементы, которые не имеют в себе сварки. То есть все, что без сварки, в принципе может уходить. Например, прогоны. У нас в прогонах не во всех используется сварка, поэтому часть из них может уходить из сервисного металлоцентра прямо на строительную площадку. Давайте теперь покажу, как скачать плагин. Изначально нужно зайти на Tech Warehouse. В каталоге ARS содержится плагин, он называется R1 каркас стальной одноэтажный. Так выглядит страничка плагина. Ниже по ссылкам можно скачать расчеты, расчеты, которые выполняются в сне ПСК. Также можно скачать инструкцию по установке, по работе с плагином. И в случае, если есть какие-то предложения или замечания, можно оставить также сообщения на форуме. Давайте дальше перейдем к демонстрации. После установки плагина появятся три приложения. Сначала нужно установить, запустить импорт компонентов. В вашей модели распакуются узлы заранее проработанные. Вот, так они выглядят. После этого можно уже переходить к основному диалоговому окну. Здесь мы можем управлять различными параметрами каркаса, выбирать снеговые районы, материалы, размеры. Каркас строится по двум точкам. Сейчас я его строить не буду, так как он уже построен. Но он задается в начальной и конечной точки. Это направление построения каркаса. Длина при этом задается внутри диалогового окна. Сейчас мы перестроим этот каркас, чтобы было наглядно, как он работает. Например, выберем пролет 18 метров и перестроим его. Вот так будет выглядеть то, что мы задали в диалоговом окне. Как вы можете видеть, все узлы перестроились. Они уже генерируются из таблиц с заранее просчитанными расстояниями между болтов, толщинами пластин и так далее. Так выглядят связевые узлы и основной коньковый узел. Например, если нам необходимо поменять заполнение межклонного пространства. Для этого мы разработали отдельный компонент. Давайте поменяем окно на дверь. Смещение проема от центра пролета. Он здесь сместился на 1 метр от центра. И узлы также сгенерировались. Давайте теперь создадим виды, чтобы потом создать чертежи. создадим один план и разрез по буквенной оси. Изначально, наверное, покажу, как вообще получить ведомость металла. Для этого нам необходимо переключиться на вид объемный. Далее создаем чертеж общего вида. Здесь мы заранее разработали шаблоны чертежей. Выбираем ведомость элементов. Загрузить. Ок. Вот. И выбираем трёхмерный вид. Создаем чертеж. Видим, что чертеж создался. Дальше нам необходимо воспользоваться SM-плагином. Так как наше приложение работает в связке, то есть мы специально настраивали, чтобы у нас всё корректно отображалось. Выбираем. И вот у нас появилась ведомость. Здесь мы можем посмотреть общую массу каркаса. Разбиение по позициям. То есть позиции как в SM-плагине разбиты. Масса основных элементов. Также мы разработали общие данные к модели. Давайте сейчас посмотрим, как их получить. Для этого также создаем чертежи. Только теперь нужно создать пустой чертеж и загрузить шаблон общих данных. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы можно было воспроизвести проектировщику в своих расчетах основную раму каркаса для проверки назначаемых сечений. Здесь мы можем посмотреть, что сгенерировалось. То есть здесь все данные, которые вводились в диалоговом окне. Габариты каркаса. Плюс конструктивные решения по каркасу. Расчетные длинные элементов. Выбранные. Здесь обозначены. Также схема приложения нагрузок есть. В общем, все для того, чтобы расчетчик мог воспроизвести. Давайте еще посмотрим, как построить план прогонов, например. Для этого опять же создадим чертеж. Вообще мы сделали несколько разных настроек для прогонов, для разрезов вдоль буквенных и цифровых осей, чтобы ускорить работу проектировщика по оформлению чертежей. Сейчас покажу, как это выглядит. Например, создадим план по прогонам. В целом, все, что можно было автоматизировать, мы автоматизировали. Возможно, тут какие-то лишние элементы могут попадать, но их просто нужно вскрывать фильтрами и в дальнейшем дорабатывать текущий чертеж. На этом демонстрацию можно окончить. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, прошу обращаться. Либо ко мне на мем можно писать. Если непосредственно вопросы касаются плагина и его работы, можно оставлять сообщение на форуме. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.